С марта началась призывная кампания. В Североказахстанской области планируют отобрать более 600 человек для срочной службы. Правила в этом году немного изменились. Как призывники проходят в Петропавловске медкомиссию, расскажет Ольга Файзулина. Годен или нет, этот вопрос сейчас волнует каждого призывника. В Департаменте по делам обороны ежедневно проходит медицинскую комиссию около 50 человек. Участнику приписной кампании Никите Сизинцеву 16 лет. Он учится на механика. Несмотря на юный возраст, уже набил себе 8 татуировок. Первую свою татуировку я сделал в 14 лет. Потом уже так вот эти понравились. Вообще я хотел бы быть летчиком. Ради этого сделал самолет. Сдал комиссию. Годен. Хочу служить. Желания имею. Ну осталось тут пару пунктов пройти и в принципе и все. А так хочу в погранвойска пойти. Раньше татуировки на видных частях тела могли стать серьезным препятствием для прохождения срочной службы. В этом году требования изменились. Они стали более лояльными к тем, кто хочет выразить себя с помощью нательных рисунков. Если раньше граждане, имеющие татуировки, не могли призваться на вооруженные силы и другие воинские формирования, то с этого года граждане, имеющие татуировки, могут быть призваны вооруженные силы Республики Казахстан на общих основаниях. Сейчас мы комплектуем команды пограничной службы Комитета национальной безопасности. Затем идет формирование вооруженных сил Республики Казахстан, службы государственной охраны. И май-июнь месяц планируем формирование команд Национальной гвардии Республики Казахстан. Несмотря на небольшое послабление, в элитные виды войск с татуировками попасть все же нельзя. Помимо хорошего здоровья, должен быть рост не ниже 160 сантиметров. Это для пограничников. А в службу госохраны требования еще жестче. Нужны высокие парни от 180. Отбор для них самый строгий. Квота для североказахстанцев в весенний призыв – всего 15 человек. А вот молодых людей с ростом ниже 155 сантиметров в армию не берут совсем. Но таких в североказахстанской области немного, говорят врачи. Это по сравнению с другими регионами. А еще в наших селах живут самые крепкие парни. Далеко не все горожане могут похвастать отсутствием диагнозов в медицинской карте. Наиболее распространенные заболевания у призывников – это нарушение осанки, плоскостопия, сколиозы. В последние годы увеличилось количество патологий зрения. Медкомиссия стартовала 1 марта. Осмотр ведут около десятка врачей – окулист, хирург, дерматолог, стоматолог и другие. Свою работу они завершат только в конце июня. За время весенней призывной кампании им нужно отобрать больше 640 срочников от 18 до 27 лет. Ольга Файзулина, Жолдозбекер Муканов. Новости МТРК.